В начале урока я покажу, как правильно экспортировать трёхмерную модель из 3D Max в OE. Итак, есть вот такое вот здание. Данное здание состоит из четырёх объектов. Первый объект. Все элементы, которые относятся к дереву, они объединены у меня в один Editable Poly и имеют соответствующее название. Далее все элементы объединены в один объект, который относится к цементу. Далее элементы, которые относятся к металлическим частям и элементы, которые относятся к стеклу. Всего четыре объекта. То же самое касается материалов. На каждый из этих объектов у меня свой материал. Открываем Material Editor и смотрим. Здесь вы видите четыре стандартных материала. Первый материал дерева имеет диффузную текстуру. Второй материал цемент тоже имеет диффузную текстуру. И материал металла и материал стекла. Обычный материал без диффузной текстуры. Сама модель находится в центре сцены, а сцена у меня настроена в метрах. Сейчас покажу. Customize, далее Unit Setup. Display Unit Scale, метры. System Unit Setup. Один юнит, один метр. Итак, экспортируем. Файл, экспорт. Выбираем формат FBX. Выбираем папку, куда будем экспортировать. Должна быть папка, где будут располагаться все файлы и текстуры. Итак, File Name, Winter House и нажимаем Save. Появляется вот такое вот меню. В принципе, здесь все оставляем по умолчанию. Единственное, что юниты у вас стоят автоматически, скорее всего. Но можно снять галочку и на всякие пожарные выбрать метры. Все остальное оставляем по умолчанию. Нажимаем ОК. Импортируем файл в нашу сцену. Файл, Import Object и в папке выбираем файл FBX. Итак, здание появилось в центре нашей сцены. Сейчас перейдем в проекцию Mind Camera View. Щелкаем в два раза левая кнопка мышки. Обратите внимание, что под превью, у нас есть кнопки навигации камеры. Сейчас включен вот такой вот значок замкнутого, закрытого замочка. Если сейчас начну двигать камеру, то автоматически меня перебросят в перспективу. Я хочу находиться в ракурсе камеры, поэтому сделаю открытым этот замочек. И уже могу вращать камеру при помощи скроллинга и дополнительно при помощи правой кнопки мышки. Далее добавим terrain. Это будет скала для нашей сцены, на которой будет располагаться данное здание. Итак, на левой панели добавляем terrain. Видим, что он достаточно большой относительно нашего здания. Сейчас подредактируем масштаб. Переходим к Scale. Редактируем масштаб. Можно сдвинуть немножечко и соизмерять масштаб terrain с масштабом нашего здания. Примерно вот так. Если вам, к примеру, не нравится форма terrain, можно щелкать по нему два раза левой кнопкой мышки. Выглядит он вот так в terrain editor. Можно сгенерировать новый. Вот здесь справа есть кнопка New. Вот я выберу, допустим, вот такой вот вариант, более сглаженный. Нажимаю ОК. Теперь размещу вот здесь, примерно в центре здания. Далее в списке объектов выбираю Winter House. Обратите внимание, что сейчас объект показывается сквозь terrain. Мы видим сетку. Это удобно. Но иногда лучше эту функцию отключать. Итак, поднимаю по оси Z вверх здания. Сейчас вот эту функцию можно отключить. Перехожу в дисплей и снимаю галочку Show Selection by Frame. Так, немножечко сдвину вот сюда. Теперь вот сюда. Опущу чуть-чуть. И выдвину вперед так, чтобы как-то интересно располагалось здание. Можно еще вот сюда немножечко. Там, где есть лишние какие-то элементы, мы их подредактируем и уберем. Так, теперь примерно определю ракурс камеры. Примерно где-то вот так. Сохраню файл. Нажимаю Save. Указываю, куда буду сохранять. Нажимаю Сохранить. Далее перейдем к редактированию terrain. О списке объектов справа. Выбираем terrain. Щелкаем по нему два раза левой кнопкой мышки. Открывается terrain editor. При необходимости можно развернуть окно, как нам удобно. Навигацию осуществляем правой кнопкой мышки. Приближение скроллингом. Для того, чтобы увидеть отображение других объектов сцены, нажимаем на вот этот вот значок. Слева вверху, show, enter scene. Сейчас воспользуюсь таким вот пресетом, brush preset altitude. Находится он в закладке paint. Выбираем его. И при помощи него мы можем сравнивать поверхность на заданной высоте. Итак, параметр altitude я поставлю примерно вот так. Чуть-чуть ниже, чем крыльцо. Это 29 метров. Вот так. Size я поставлю 3 метра. И flow, это интенсивность, стоит единица по умолчанию. И вот здесь вот так вот провожу и формирую как бы плоскую поверхность. Ну, как бы делаю дорожку. Примерно вот так. Теперь проработаю вот этот участок. Size поставлю 2 метра. И потихонечку прерывистыми щелчками мышки убираю рельеф там, где это необходимо. Вот здесь я ставлю насыпь. Это у нас будет такая вот насыпь снега. Внутри здания, конечно, нужно убрать. При необходимости можно отключать отображение объекта и редактировать вот таким вот образом. Так, выравниваю поверхность. Чем дольше я задерживаю кнопку мышки, тем интенсивнее работает кисточка. У нас включена галочка Airbrush. Можно ее отключить, Airbrush. И изменения будут сразу при нажатии кнопки мышки. То есть они не будут такие плавные. Вот видите, я здесь захватил участок немножко. Сейчас сделаю отменную операцию. Немножко уменьшу сайс кисточки, единичку поставлю. Вот так вот. Все. Так, отлично. Нажмем ОК. Посмотрим, что получается из декоруса камеры. Далее сделаем тестовый рендер. Перед этим настроим атмосферную модель и модель освещения. Нажимаем на кнопку атмосферы эдитора. Переходим во вкладку Light и выбираем Global Ambience. Эта модель достаточно быстро просчитывается и дает неплохой результат. Для тестовых рендеров вполне подойдет. Далее атмосферную модель мы выберем стандартную спектральную. Появляется вот такое вот меню. Здесь мы выбираем автоматическую настройку экспозиции. Нажимаем ОК. Нажмем на кнопку рендера. Кнопка фотоаппарата, левой кнопкой мышки нажимаем. И изображение рендерится в окне проекции. Поверяется такое сообщение. Огами коррекция. Просто нажимаем ОК. И Post Render Options здесь тоже нажимаем ОК. И видим, как выглядит наш террин. Но здесь есть один момент. Если мы уменьшим окно проекции и нажмем Render, то соответственно красненька будет маленькая. Поэтому сделаем следующее. По кнопке фотоаппарата щелкаем правой кнопкой мышки, переходим Render Options. Здесь слева мы видим Preset Render Quality. Здесь мы можем устанавливать качество. Сейчас стоит Preview. Пока трогать не будем. А вот параметр Render Destination мы поставим не Render in my view, а Render to screen. И выберем размер. Я выберу размер 1920 на 1080, для того, чтобы вам хорошо были заметны все детали. Для тестовых рендеров вы можете чуть-чуть поменьше выбирать размер. Нажимаю ОК. Нажимаю Render. И картинка просчитывается уже непосредственно. Мы ее видим в Render Browser. Нажимаем ОК. И нажимаем ОК. Вернемся в Terrain Editor. И доработаем наш рельеф. Выбираю Brush Preset Rise. Size поставлю 2 метра. Параметр Flow 0.1. И отключить необходимо галочку Invert. И немножечко вот здесь я добавлю. Также вот здесь. Так, включаю Invert. Поставлю Size 1. И немножко вот здесь уберу. Так, теперь. Size поставлю примерно 4 метра. Invert отключаю. И добавлю вот здесь немножко. Немного вот здесь добавлю. Сделаю Size побольше. и ближе к камере добавлю рельефа. в inseam Oh God. А вы. А вот здесь вот. Ещё немножко вот здесь. Немного изменю ракурс камеры. Сделал наезд камеры. Воспользуюсь инструментом MOV Camera. Вот он здесь, сразу под превью. Примерно вот так. Ну, и немножечко ещё вот здесь добавлю. Вот так, думаю, будет хорошо. Сделаю тестовый рендер. И хочу обратить ваше внимание на качество нашего террена. Видите, на холмиках образуются вот такие вот некие заломы. У нас низкое разрешение сейчас террена. Террены стандартные. Но поднятие разрешения, вот кнопка умножения на 2, проблему не решит. Если сейчас я нажму ОК, поднял разрешение вдвое, нажму ОК. Сделал рендер, увидите, что появилась некая такая вот пиксельность. Поэтому мы пойдём по другому пути. Сделал отмену двух операций. Нет, одной операции. До поднятия разрешения. Теперь я переключусь из стандартного на процедурный террена. Вот здесь. Выбираю процедурный террена. Нажимаю ОК. Процедурный террена нам даёт высокую, скажем так, степень детализации. В зависимости от того, как близка камера к террену. Чем дальше, тем меньше детализация. И чем ближе, как у нас сейчас, тем выше детализация. Сделаем рендер. Посмотрим, что получается. То есть эти параметры как бы изменяются автоматически. Да, мы видим, что нету вот этой пиксельности, нету заломов. И все бугры выглядят хорошо и сглажены. Конечно, эти бугры не очень красиво. Смотрится. Мы это сейчас исправим. Сгладим поверхность. Но нужной детализации мы добились. Так, возвращаюсь в Terrain Editor. Перейдём в настройки. Effects здесь справа. И воспользуемся эффектами эрозии. Значит, первый эффект. Диффузив. Правой кнопкой щелкаем. И iteration count поставим в значение 5. Больше не стоит. Нажимаю ОК. Нажимаю еще раз ОК. Посмотрим, что у нас получилось. По идее, должно немножечко сглазиться. Ну вот, отлично. Очень хорошо выглядит поверхность. В принципе, дальше уже можно будет работать с материалом снега. Ну, единственное, что, наверное, вот здесь я чуть-чуть уберу. Paint, Rise, Invert. Flow поставлю в значение 0.0.5. Примерно вот так. Нажимаю ОК. Сейчас делайте тестовый рендер. Переходим на Render Options. Preset Render Quality. Выберем финал. Нажимаем ОК. Просчитываем картинку. Я уже ее просчитал. И в браузере открою, посмотрю. Для того, чтобы Full Screen нажать, раскрыть, мы нажимаем вот эту кнопочку Full Screen и смотрим. Теперь добавим материал снега. Нажимаю Escape. Нахожу из браузера. Здесь справа у нас есть превью материала. Когда мы выделяем в списке объектов нужен нам объект, в данном случае это Terrain, высвечивается превью. По превью мы щелкаем правой кнопкой, выбираем Load Material, Переходим в библиотеку и выбираем Landscapes. Здесь выбираем материал Snow, нажимаем ОК. Если сделать рендер, получается вот такой материал снега. Он далек от совершенства. Сейчас мы его доработаем. Итак, выделяем наш Terrain. Щелкаем два раза левой кнопкой мышки по превью материала, переходим в Material Editor. Сейчас материал снега у нас выделен. Нам необходимо перейти во вкладку Bumps и в редактор функции. По превью функции щелкаем правой кнопкой мышки и выбираем Edit Functions. Переходим в редактор функции. Итак, справа у нас есть ноды цвета, рельефа и так далее. Вот эти две ноды у нас подведены к рельефу. Первая нода это Noise. Вторая нода, которая нода Combiner, при помощи которой можно смешивать различные другие ноды. Итак, выделим вот эту ноду с Noise и просто ее скопируем. В левом верхнем углу нажимаем на Copy. Под этой нодой выбираем пустое место и щелкаем на кнопку Paste вставить. Появилась еще одна нода с Noise. Теперь ноду, которая смешивает Combiner, раскрываем. Нажимаем на плюсик и видим Input 1, Input 2. И к Input 2 подводим созданную новую ноду с Noise. Вот эту ноду мы сейчас подредактируем, а именно подредактируем параметр WaveLength. Вот здесь внизу есть параметр Scale, WaveLength. По Y поставим 10. Поставим 10. Далее выберем ноду смешивания. И есть параметры Input 1, Input 2. Значит, в Input 2, это вторая наша нода, мы параметр Amplitude подредактируем. Стоит единица. Этот параметр отвечает за интенсивность. Мы поставим значение 0.15. Я уже заранее подобрал нужное значение. Так, 0.15 отвечает за интенсивность. Нажимаем ОК в редакторе функции. И нажимаем... Ну, кстати, можно посмотреть на превью материала. Если нажать на вот это увеличительное стекло, видно весь рельеф. Еще про Bump хочу сказать, что интенсивность можно редактировать при помощи функции в редакторе функции и также при помощи дополнительного параметра Def. Он отвечает за интенсивность рельефа. Так, сейчас в Material Editor нажму ОК. И если просчитать картинку, то получится вот такой вот результат. То есть было вот так, а стало вот так. То есть добавились вот такие вот волнистые линии, которые идут вдоль нашей скалы. Теперь добавим зернистость снегу. Возвращаемся в Material Editor. Переходим в редактор функций. Выделяем пустую ячейку. И снова нажимаем на Paste. У нас в буфере сохранена нода noise. Но она тут не связана. Сейчас ее вот таким вот образом свяжем с нодой Position. Теперь эту ноду связываем с Input 3 в комбайнер ноде. Выделяем эту третью ноду с noise. И редактируем параметр Scale. Значит, Scale стоит 3. Мы поставим значение 0,1. Вот, кстати, Preview внизу слева. Видно, что такая вот мелкая зернистость. Если выделили другие ноды, предыдущие, допустим, видно, что совершенно другой масштаб. Так, теперь сделаю следующее. Выбираю ноду Combiner. И Input 3, вот здесь параметр Altitude, точнее, Амплитуд, который отвечает за интенсивность. Поставлю совсем небольшое значение 0, 0, 0, 7. То есть 3, 0, 7. Нажимаю ОК. Нажимаю ОК в Material Editor. И просчитываю картинку. Так, просчиталась картинка. Вот в этом сообщении выбираю StackDaysRender. Сохраняю Render Browser. ОК, ОК. Так, и смотрим, что появился нужный шум, зернистость для нашего снега. Так, хорошо. Можно сравнить с предыдущим вариантом. Было вот так, а стало вот так. Может быть, не очень хорошо заметно, но когда мы поставим финальные настройки, будет лучше заметна данная зернистость снега. Далее поработаем, наверное, с материалами нашего здания. Итак, в списке объектов выбираем Winter House, раскрываем свиток объекта и видим 4 различных объекта. Первый – это глаз, стекло. С него и начнем. Итак, по превью материала щелкаем два раза левой кнопкой и загрузим, наверное, уже какой-то готовый вариант, который у нас есть в библиотеке. Поэтому правая кнопка щелкаем по материалу, по названию материала и выбираем Load Material. Далее из списка мы выберем Glasses и, допустим, выберем вот этот вот первый вариант. Нажимаем ОК. Смокет глаз. Нажимаю ОК. Уже на превью рендеры видно. Можно немножко пошире сделать. Небольшую коррекцию материала сделаем. Перейдем в Transparency. Вкладку. И Global Transparency. Давайте поставим 90, может даже 85%. То есть сделаем менее прозрачное стекло. Нажимаем ОК. Теперь перейдем к материалу дерева. Выделяем Wood. Переходим в Material Editor. Переходим во вкладку Color and Alpha. И видим загруженную текстуру. По этой текстуре щелкаем правой кнопкой и выбираем Edit Function. Сейчас видим вот эту ноду с текстурой подведена у нас к ноде Color. По типу диффузный цвет. Нам сейчас необходимо создать рельеф и настроить материал. Сейчас вот эти лишние ноды я уберу. Вот здесь и вот здесь. Теперь вот эту ноду с текстурой я соединю с Bump. Вот таким вот образом соединяю. Нет, наоборот. Делаю отмену. От Bump соединяю к ноде с текстурой. И здесь выбираю Grayscale Output. То есть черно-белый вариант. Будет присоединяться к Bump. Теперь нажимаю ОК. По превью материала можно щелкнуть на увеличительное стекло. И появляется большая картинка такая от превью материала и можно видеть, насколько интенсивно работает сейчас у нас рельеф. Перейду в вкладку Bumps и уменьшу параметр рельефа. Поставлю значение 0,01. Теперь добавим бликов. Перехожу во вкладку Highlight. Цвет бликов белый. Параметр Highlight Intensivity поставлю значение 45. А параметр Highlight Global Size поставлю значение 35. Далее переходим во вкладку Reflections и настроим отражение. Global Reflectivity я поставлю 10 значения. Видим, что появилось свойство отражения у материала. Вот здесь хорошо видно, как отражается шахматная доска, шахматная текстура на материале. Теперь параметр Sensitivity Angle поставлю значение 40. Немножко меняется угол отражения. Более реалистично выглядит материал. Ну и, конечно, параметр Blurred Reflection размытие отражения поставлю значение 15. Нажимаю ОК. Далее выделю объект Concrete, цемент нашего здания. Перехожу в Material Editor. Далее перехожу в Bumps. Правая кнопка Edit Functions. Вот текстура, которая сейчас подведена у нас к цвету. Лишние ноды можно удалить. Значит, выделяем Bump, соединяем с текстурой диффузной и выбираем Gray Scale Output. Далее нажимаем ОК. Смотрим, как выглядит превью материала. Сильно интенсивный рельеф. Итак, параметр Depth поставим значение 0.01. Далее параметры Highlights. Итак, Highlight Core стоит белый. Параметр Highlight Global Intensity поставлю 50. Значит, это параметр Highlight Global Size 20. Далее настройки Reflections. Итак, Global Reflectivity 7. Sensitivity я поставлю значение 40. И Blurred я поставлю значение 20. Смотрим на превью. Нажимаю ОК в Material Editor. И что у нас остается? У нас остается материал металла. Итак, выделяем объект. Все, что относится к металлическим частям. Металл. Переходим в Material Editor. И уже, наверное, загрузим какой-то готовый вариант. По названию материала правая кнопка Load Material. Из списка выбираем металлы. И выберем второй вариант алюминий. Нажимаем ОК. Но здесь я хочу подредактировать параметр Reflection параметр Sensitivity. Он стоит 0. Но для более реалистичного эффекта поставим, изменим угол отражения, поставим значение 40. Вот теперь вот так вот выглядит материал. Нажимаю ОК. Можно сделать тестовый рендер. В принципе, со всеми материалами нашего здания мы закончили. После рендера получается вот такой вот результат. Мы видим, как изменились наши материалы. Далее необходимо настроить освещение в нашей сцене. Но будет выглядеть немножечко по-другому. Итак, сделаем следующее. Переходим в ракурс вид сверху. Вот наше Солнце. Его, кстати, можно выделить в списке объектов. Вот он Sunlight. И Солнце необходимо расположить с другой стороны. Примерно вот так. Можно его еще немножечко опустить. Но, допустим, в боковом каком-то ракурсе. Но положение Солнца я уже настроил. Посмотрел, как будет красиво смотреться для сцены. И для того, чтобы вы его точно повторили, можно сделать следующее. Переходим в атмосферу Эдитр. Далее переходим во вкладку Sun. и здесь есть параметры Custom, Azimut и Pitch. Значит, Azimut поставим значение 115. После точки поставим 33. 115, 33. А Pitch поставим 5. 41. Нажимаем ОК. Обратите внимание на превью. То есть, Солнце находится достаточно низко. И это у нас как бы время заката. Если сделать тестовый рендер, получаем вот такую картинку. То есть, у нас закат. Очень интересные тени получились, которые подчеркивают рельеф нашей скалы. Было значит вот так освещение, а стало вот так. Но единственное, что мы сейчас выберем немножко другую модель освещения, более продвинутую, Global Illumination. Она даст нам хорошее вторичное освещение. Переходим в Atmosphere Editor, вкладка Light, выбираем вместо Global Ambience Global Illumination. Значит, здесь сделаем следующие настройки. Значит, параметр Artificial Ambience поставлю значение 0.2 это по типу Ambience Отклюжины. Далее параметр SkyDome Lighting Drain поставим значение 2. Сейчас я поставлю 2 и обратите внимание, как изменится Preview. Там, где у нас были тени, в целом остается более светлая картинка, то есть вторичное освещение улучшили. И параметр Global Light Adjustment, параметр Light Intensity, интенсивность, сделаем чуть-чуть посветлее, поставлю значение 0.5. Все автоматически сразу отображается. на превью рендера очень удобно. Итак, в Atmosphere Editor нажимаем ОК. Можно сделать рендер и сравнить с предыдущей моделью. После рендера получаем вот такую картинку. Картинка просчитывается уже в два захода. Просчитывается глобальное освещение, вторичное освещение. Было вот так, а стало вот так. Давайте внесем кое-какие изменения. Переходим в Atmosphere Editor и в вкладке Light изменим параметр Overall Skylight Color. Поставим следующее значение. Итак, Red 19, Green 25 и Blue 33. Нажимаем ОК. То есть, изменили цвет, который идет у нас от неба. Далее переходим во вкладку Sky, Fog and Heist и здесь есть у нас один такой параметр Sky, Neocolor, цвет тоже небо. Выбираем цвет и задаем следующие параметры. Red 0, Green 57, Blue поставим 179. Нажимаем ОК. И еще раз ОК. Вот рендерится превью и обратите внимание, что снег у нас голубоватый оттенок приобрел. Мы изменили цвет немножечко неба и цвет освещения, который исходит от неба. И можно сделать тестовый рендер. Итак, после рендера получаем вот такой вот результат. Было вот так, а стало вот так. Далее, значит, для нашего склона мы добавим камни. Так, выделяем процедурный террин, переходим к материалу. Итак, материал снова у нас выделен. Значит, добавим экосистему. Так, вот здесь раскрываем свиток и выбираем Экосистем. Появился слой с экосистемой. Значит, для него мы добавим камни. Итак, переходим в General и вот здесь внизу нажимаем Добавить камни и из первой библиотеки Болдерс выбираем вот этот вариант Josephine Fallstone Нажимаем ОК Нажимаем ОК Значит, если сейчас нажать вот эту кнопку Populate мы увидим, что камни появились на поверхности нашего террейна. Единственное, что мы видим на превью, что камни очень много необходимо подредактировать некоторые параметры. Итак, параметр Density Плотность Overall Density поставим 20 Далее параметры Offset From Surface поставим галочку Proportional to Size of Instance то есть пропорционально размеру поставим галочку и я ввожу здесь значение минус 55 то есть я хочу сделать так чтобы камни ну примерно наполовину оказались внутри поверхности земли так далее параметр Scaling and Orientation Direction From Surface направление к поверхности я поставлю 50% чем больше значение тем объекты будут больше параллельны нашей поверхности так нажимаем Populate нажимаем Yes здесь предупреждаю что много объектов в сцене получается и уже на превью виден результат что камни уже видите располагаются наполовину под землей и необходимо вот в верхней части у нас из камней необходимо их оттуда убрать переходим во вкладку Preference и параметр Altitude Constraint а именно параметр Altitude Range значит я поставлю значение справа 0.7 снова нажимаю Populate и по идее чуть-чуть сверху камни должно стать меньше ну да вот уже на превью видно что камни стало меньше нажму ok далее добавим снег на камни выделяем трен переходим к материалу и давайте сверим масштаб и так вот этот масштаб материала здесь Scale 1 основу 0.1 должно быть и снова тоже 1 так теперь вот этот материал Snow который лежит у нас на террине мы расшарим правая кнопка шар лэйр появляется вот такая вот стрелочка это означает что этот материал мы потом можем добавлять на другие материалы теперь выделяем слой с экосистемы выделяем наш камень и вот сюда заходим в материал данного камня так здесь почему-то слетел масштаб масштаб поставим единичку далее добавляем выберем Mixed Material как видите появился дополнительный слой это стандартный материал вместо него мы добавим наш расшаренный слой снега так нажимаем на вот этот значок листик черной стрелочкой и выбираем Snow а вот этот материал стандартный можем удалить выделяем материал материал да стандартный и нажимаем на значок мусорничка вот таким вот образом выглядит наш материал сейчас это материал камня и расшаренный слой Snow так теперь выделяем основной материал это Mixed Material вот он и здесь у нас в настройках Material to Mix показываем первый материал второй материал снега и есть параметры Distribution of Material итак здесь мы сейчас подредактируем функцию но перед этим перейдем во вкладку Influence of Environment я хочу сделать так чтобы снег был как бы присыпан на камнях то есть половина камня будет снегу половина нет ставлю гаточку Distribution of Material параметры Influence of Altitude значит влияние на высотах поставлю 7% а Influence of Slope я поставлю 100% и уже на превью видно как будет выглядеть примерно наш материал так ну и Mix Proportion поставьте 40% было по-моему 50% поставьте 40% так теперь вот перейдем к этой функции сначала нажмем ok посмотрим на превью как будет выглядеть материал вот видно уже что снег присыпан но вот если сделать рендер посмотреть то на краях там где переход между от снега к камню очень резкий получается и необходимо какого-то разнообразия добавить поэтому вернусь к материалу и собственно вот у этой функции о которой я говорил во вкладке Material to Mix Distribution of Material первое и второе переходим в редактор функции Edit Function параметр вот он Distribution нода добавим фракталы итак раскрываем фракталы выбираем Train Fractal выделяем ноду Distribution соединяем с фракталом тип соединения Altitude выбираем Train Fractal и редактируем параметры Metascale так в Metascale я поставлю значение 5 а вот параметр Rogers я поставлю значение 0.75 собственно на превьюшке вот здесь слева внизу видно как выглядит функция нажимаем ok взглянем вот теперь еще раз на превью материала и видим видите что уже такое неравномерное распределение получается линия уже неровная и думаю будет очень хорошо так нажимаем ok на всякий пожарный еще можно нажать Populate перед рендером сверти масштаб материала снова у меня стоит 0.1 масштаб материала нажимаем ok в Material Editor и просчитываем изображение просчитываю я с моделью Global Illumination и обратите внимание на камни как интересно располагается снег то есть такими волнистыми неравномерными линиями и это выглядит достаточно реалистично примерно вот здесь тоже можно посмотреть значит так как используем Global Illumination время рендера возросло в несколько раз но зато картинка более реалистична вот предыдущая модель Global Ambience просчитывается на значительно быстрее вот здесь время рендера у меня 2 минуты картинка Full HD а с Global Illumination у меня уже время рендера примерно 9 минут поэтому вы можете использовать допустим первую модель Global Ambience для каких-то тестовых рендеров чтобы посмотреть как ложатся камни как распределяется экосистема а в Global Illumination уже для каких-то промежуточных финальных рендеров картинки то есть в Atmosphere Editor мы можем спокойно переключаться с Global Illumination на Global Ambience и при этом у нас настройки которые мы задавали сбрасываться не будут итак продолжим сейчас добавим деревья в нашу сцену мы находимся в ракурсе Mind Camera View переключимся в перспективу выбираем Perspective View так посмотрим отображается экосистема на террине можно ее отключить чтобы не притормаживал Viewport для этого сделаем следующее перейдем к материалу террейна выделяем слой с экосистемой здесь справа Display Options State Billboard выбираем None нажимаем OK так на рендере камешки есть на превью на в айпорте нет так теперь добавляем деревья итак слева на панельке щелкаем правой кнопкой мышки по рисуночку дерева по иконке дерева правая кнопка позволяет нам отправиться сразу в библиотеку итак переходим в раздел Trees и выбираем вариант внизу находится у меня вот такого дерева называется Winter Tree тип А нажимаем OK добавляется дерево оно находится где-то у нас внутри террена для того чтобы увидеть сетку этого объекта сделаем следующий дисплей Show Selection Wireframe так теперь этот объект мы поднимем по высоте наверх снова отключим дисплей Selection Wireframe вот вот наше дерево поднимем по высоте значит на превью сразу виден результат где мы размещаем его так как из ракурса камер ракурс камеры настроен для рендера и теперь уменьшим масштаб данного дерева переходим к Scale и уменьшаем данное дерево я хочу расположить справа на склоне как раз поближе к камере вот хорошо видно где располагается камера где я расположил дерево еще немножко подредактирую масштаб и в общем попытаюсь найти какое-то красивое расположение для данного объекта еще немножечко уменьшу масштаб смотрю что получается на превьюшке так поближе необходимо сделать так чтобы корни дерева наполовину были утоплены в террин так чуть-чуть вот сюда ну и соответственно на рендере необходимо смотреть чтобы ваше дерево не попадало на камень ну в общем дерево у меня имеет вот такое расположение далее возможно немножко его развернем но после того как уже назначим материал снега итак не снимаю выделение с дерева щелкнем два раза левой кнопкой мышки по превью материала переходим материал эдитор и добавим новый слой для того чтобы добавить новый слой можно нажать либо на вот этот значочек белого листика эдлер но мы хотим добавить именно снег поэтому снег у нас расшаренный возьмем этот материал расшаренный так нажимаем на черную стрелочку на белом листике выбираем snow вот почему-то сбивается масштаб здесь ну ладно сейчас нажмем ok видим на превью что у нас все дерево белого цвета поэтому подредактировать нужно параметры и так во первых снова у нас имеет масштаб 0 1 масштаб вот танк 0 1 это наше дерево материал нашего дерева там был масштаб 0.06 что-то не сбиваются эти настройки так и так подправили масштаб теперь сделаем следующее выделяем слой snow и параметр alpha boost который отвечает за смешивание материалов то есть это может быть либо blend материал либо просто мы можем как бы слои добавлять вот параметр alpha boost отвечает за смешивание с нижним материалом и так alpha boost мы ставим 100% то есть вот этот материал снега у нас виден на 100% а вот то как будет ложиться снег так сейчас материал дитри нажимаю ok и можно сделать тестовый рендер переходим в ракурс камеры моем камеру и для того чтобы не считать изображение целиком можно просчитать только участок изображения щелкаем на кнопочку регион рендера значит у вас появится вот такой вот выделение и можно выделить нужную область либо автоматически сразу отрендерится изображение того часа которое вы выбрали либо нажимаем на кнопочку рендера после рендера получаем вот такой результат видим что дерево полностью заснежено материал снега в нужном масштабе но единственное что хотелось бы конечно сделать чтобы снег находился именно на горизонтальных поверхностях на ветках а на стволе его фактически не было поэтому возвращаемся к материалу далее выделяем слой snow и нам необходимо перейти в вкладку environment в данном слое и здесь есть различные параметры altitude constraint мы уже рассматривали то есть он отвечает за появление материала на определенной высоте можно указывать диапазон а вот параметр slope constraint ограничение наклона отвечает за появление именно на зависимости от рельефа грубо говоря и так вот этот параметр который справа я поставлю здесь значение 85 и сделаю небольшое размытие вот здесь справа есть фузный стип поставлю размытие небольшого но пока ноль сейчас глянем на прием материала видите есть четкая линия между двумя материалами сейчас параметр фузен стип оставлю 2% снова взглянем на материал и видим что здесь уже небольшое размытие появилось хорошо нажимаем ок и можем снова просчитать этот участок изображения и посмотреть что получится но на превью уже виден результат так после рендера получаем вот такой результат ну что ж снег теперь лежит на ветках выглядит должным образом на корнях хорошо смотрится но единственное что вот здесь есть некий такой вот артефакт допустим вот здесь хорошо смотрится здесь не очень хорошо полоса вот такая получается можно подредактировать параметр slope constraint стояло значение 85 поставьте либо 80 либо 75 я поставил 80 сейчас взглянем на рендер вот теперь уже лучше смотрится и возможно еще дерево чуть-чуть пониже опущу примерно вот так снова перехожу в ракурс перспективы и вот это дерево хочу скопировать выделяю в списке объектов winter 3 далее edit copy и снова edit выбираю paste так добавляется дерево так и поменяю его расположение смотрю на рендер превью рендера все никак не попадает мне в ракурс вот примерно вот так теперь разверну его чтобы оно не выглядело так же самое как предыдущее дерево немножечко вот сюда его наклоняю можно изменить масштаб чуть-чуть приподнять примерно вот так в ракурс камеры после рендера получается вот такой вот результат я продолжу добавлять деревья в сцену так добавлю еще одно дерево перехожу библиотеку trees и выбираю значит вот такой вот вариант winter 3e нажимаю ok добавилось дерево включаю дисплей show selection wireframe перехожу перспективу так вот оно наше дерево подниму его наверх вот достаточно большое по размеру сейчас подредактируем масштаб подключаю selection wireframe и масштабирую перейду в ракурс камеры и располагаю и располагаю примерно вот таким вот образом еще немножечко масштаб подредактируем подниму чуть-чуть повыше при необходимости надо как-то интересно развернуть дерево чуть-чуть наклонить его еще немножечко масштаб уменьшу ну примерно вот так добавим снег на дерево на превью материал обратите внимание это это дерево состоит из трех материалов я так понимаю это мультиматериал вот первый материал второй третий если переключаться вот с этими стрелочками поэтому нам снег необходимо будет добавить на все эти три материала щелкаем правой кнопкой по превью и видим вот материал первый roots корни потом trunk стволы и branches ветки выбираем roots далее переходим edit material здесь добавляем слой нажимаем HR layer выбираем снег так опять сбивается масштаб так масштаб снега 0.1 0.1 и roots по моему там тоже был 0.1 так не снимая выделения со слоя снег подредактируем alpha boost поставим 100% теперь для слоя snow переходит environment и slope constraint поставим 80% как и для предыдущего дерева а fuzzy slip поставим 5% допустим нажимаем ok теперь перейдем к следующему материалу правая кнопка trunk далее edit material и делаем то же самое добавляем снег масштаб 0.1 для снега транк тоже по моему 0.1 alpha boost 100 в снеге environment 80 здесь фузен стит поставлю 2 нажимаю ok и последний материал branches edit edit material добавляем hr layer снег масштаб 0.1 для branches тоже 0.1 alpha boost для снега 100% environment slope constraint 80 и фузен skip ставлю 2 все нажимаю ok и можно сделать регион рендер и посмотреть что у нас получается с деревом вроде как появился снег на дереве немножко корни торчат сейчас я опущу чуть-чуть дерево примерно вот так я добавил такое же дерево и разместил его за нашим зданием немножко развернул чтобы не было видно что это скопированное дерево далее добавим гору на заднем плане переходим ракурс вид сверху и создаем стандартный террин далее этот террин размещаем примерно вот таким вот образом и смотрим как он располагается у нас в ракурсе камеры так немножечко еще дальше его при необходимости можно увеличивать и немножко его можно по высоте растягивать примерно вот так также можно разворачивать чтобы получился интересный ракурс для данной скалы ну примерно вот так теперь назначим материал по превью материала щелкаем правой кнопкой мышки выбираем load material переходим landscapes и выбираем вариант снова scrub lens нажимаем ok теперь отредактируем этот материал правая кнопка edit material так подредактируем параметр mixing proportions чтобы снег немножечко опустить думаю значение я примерно 35 поставлю процентов нет даже наверное 40 и можно поиграться с параметром influence orientation примерно 33% я ставлю так нажимаю ok вернусь к материалу экосистемы с камнями и значит offset from surface здесь поставлю не минус 55 а минус 60 нажимаю populate и хочу чтобы камешки еще чуть-чуть больше утопились в поверхность земли так хорошо нажимаю ok можно прочитать изображение сделав рендер получаем вот такой вот вариант давайте взглянем на гору немножечко не хватает детализации сейчас мы ее повысим возвращаемся к трену горы и щелкаем два раза левой кнопкой мышкой попадаем в трен-эдитор и сейчас поднимем разрешение до 1024 и нажмем на нее загенерируем новый террин уже более детализированный нажимаем ok и на превью сразу введен результат можем сделать регион рендер либо целиком прочитать изображение и посмотреть насколько улучшилась детализация посмотрим итак после рендера получается вот такой вот вариант ну что ж детализация увеличилась игры смотрится неплохо но еще подредактируем материал итак influence of environment подредактируем параметр influence of altitude поставлю значение 33 нажимаю ok если сделать рендер то получится вот такой вот вариант было вот так а стало вот так далее добавим немного снега на само здание переключимся в ракурс перспективы это мы сделаем при помощи сплайна так здесь слева на панельке выбираем сплайн и примерно вот в этом месте на козырек вот таким вот образом добавляем точки сплайна и он у нас прямо рисуется на козырьке если нужно поближе подобраться используем скроллинг примерно вот таким вот образом как видите у нас появилась дополнительная панелька сплайн эдитер здесь мы включаем вот эту вот кнопочку геометрии эффект по умолчанию тип стоит туб параметр выс стоит 3 метра мы поставим примерно 0.1 то есть 10 сантиметров и нажимаем ок так вот таким вот образом выглядит наш сплайн на козырьке далее подредактируем расположение сплайна пододвинем его ближе к краю козырька можно чтобы местами чуть-чуть сплайна висал вот примерно как здесь так хорошо теперь с другой стороны также при необходимости можно редактировать точки сплайна вот он списки объектов наш сплайн щелкаем на плюсик и раскрываются точки есть point а есть normal normal это базье а point это вертекс сплайна так перейду к последнему поинту к последнему к 14 у меня да и вот так вот можно перемещать точки так теперь закрываю свит сплайна и создам материал снега с дисплейсментом так выделяю перехожу в материал эдитор и для сплайна создаю материал значит добавим расшаренный слой снега нажимаем на значок HR лэйр выбираем сноу вот этот лишний материал удаляем но сейчас нам необходимо сделать этот материал снега уникальным дело в том что если мы внесем какие-то изменения здесь то эти же изменения отразятся и на других у нас объектах поэтому правая кнопка щелкаем и выбираем make unique сделать уникальным так теперь перейдем к слот bumps и изменим карту рельефа правая кнопка по превью и выбираем load function и в коллекции bumps выбираем вот этот второй вариант нажимаем ok подредактируем параметр def ставим минус 1.5 ну и конечно включаем галочку displacement mapping теперь снег будет объемный то есть наш сплан немножко так раздуется местами и получится снег нажимаем ok перейдем в ракурс камеры сделаем регион рендер так это не то вот вот и местами мы уже видим что у нас появился снег там где сплайн свисает очень хорошо заметен снег здесь в принципе выглядит достаточно неплохо можно немножечко приглушить displacement допустим не полтора поставить а единицу в общем регулируйте на свое усмотрение и расположение точек на сплане и глубину дисплейсмента допустим единицу ставлю сейчас посмотрим точнее не единицу а минус 1 ну вот немножечко не такой раздутый он получается так хорошо значит с этим козырьком верхнем мы закончили единственное что можно еще вот здесь вот в этой части вот здесь добавить вот здесь добавить так верхней части я добавил сплайн вот здесь еще один сплайн добавил вот здесь ну и внизу начиная вот отсюда а с крыльца и вот здесь то есть всего получилось 4 сплайна я редактировал расположение точек подбирал различные параметры дисплейсмента но в принципе от минус единицы до минус 1.5 не больше так и сделал рендер получается вот такой вот результат очень интересно получилось то есть снег лежит неравномерно кое где он есть кое где нету ну в принципе нормально далее на склон добавим еще одну экосистему это будут такие вот сухие кустики которые пробиваются сквозь снег итак выделяем наш первый трейн переходим материал и сейчас необходимо сделать следующее наш слой сноу он расшаренный мы не можем добавить экосистему сейчас поэтому выделяем слой правая кнопка и выбираем make unique сделали уникальный этот материал теперь уже можем добавлять экосистему добавляем экосистем значит первую экосистему мы переименуем и назовем stones камни а вторую grass трава итак для экосистемы grass переходим general далее добавляем переходим в библиотеку с растениями и из первой библиотеки акватик выбираем вот этот вариант коряга севит третий вариант и нажимаем ok так теперь нажмем populate видим как трава засеяла наш склон появилась на нашем склоне теперь необходимо во первых цвет подредактировать а во вторых сделать так чтобы ее было значительно меньше и она была там где нету камней в тех местах первое что сделаем изменяем материал травы выделяем траву переходим материал вот сюда теперь добавим расшаренный слой снег масштаб для снега 0 1 поставим так чего-то не изменяется ручного попробуем вот так не хочет так нажму ok еще раз зайду в материал и 0.1 так хорошо альфа буст для этого слоя ставлю плюс 100% перехожу в environment slope constraint параметр slope range вот здесь я поставлю 90 8 я уже подобрал значение так и фузы стип ставлю 2 теперь выделяю вот этот основной материал этой травы сейвит и меняю параметр overall color вот какой-то вот такой серенький выберу так и материал в целом выглядит вот таким вот образом нажимаю ok так и populate еще раз в viewport изменился цвет травы так что-то на рендере на превью не хочет меняться так ладно теперь сделаем следующее вот этот слой с экосистемой grass нам необходимо расположить над слоем stones поэтому выделяем grass и нажимаем на вот эту стрелочку и этот слой находится теперь первое это необходимо для того чтобы настроить дальнейшие параметры так кое-что забыл сделать в экосистеме grass перехожу density и offset from surface вставлю галочку proportional to size и поставлю минус 70% то есть большая часть травы будет находиться под снегом а только веточки будут торчать так теперь перехожу в general и вот здесь есть параметры distribution infinity with layer я поставлю значение минус 30 а repulsion поставлю 60 но вот эти параметры позволяют нам делать так чтобы вот эта экосистема реагировала с нижней экосистемы и либо скапливалась возле камней да либо наоборот отталкивалась вот при помощи этих параметров это можно настраивать нажимаю populate так и нажму ok если сделать рендер получается вот такой вот результат единственное что хотелось бы вот в этой части сделать так чтобы вот этих вот сухих кустиков было поменьше поэтому возвращаемся к нашему террину возвращаемся к материалу да и сверьте обязательно масштаб материала значит снова 0.1 и экосистемы везде единица и вот этот основной материал тоже стоит единица если будет здесь другой масштаб то соответственно может измениться структура снега так вернемся к слою grass перейдем в вкладку presence и подредактируем параметр altitude range так у нас на слое stones у нас 0.7 стоит здесь да а здесь поставим 0.75 допустим нажмем populate на всякий случай еще для камней нажмем populate обновим экосистему нажимаем ok и просчитываем картинку итак после рендера получаем вот такой результат то есть сверху уже у нас данной травы данных веточек нету то есть было вот так а стало вот так а далее перейдем в атмосфер эдитер вкладку sun подредактируем параметр size of the sun размер солнца поставлю примерно 7 далее перейду во вкладку sky fog and haze и параметры global settings aerial perspective значит воздушная перспектива я увеличу данный параметр стоит единица я поставлю 5 и ps усилится эффект воздушной перспективы и обратите внимание на превью на дальнюю скалу да то есть она как бы стала больше в дымке так хорошо далее добавим слой с облаками переходим во вкладку облака нажимаем add и из библиотеки облака выберем спектральные допустим четвертый вариант small qmos нажимаем ok так появился слой с облаками подредактируем параметр core как бы покрытие небо облаками поставим процентов 50 я думаю будет достаточно при необходимости вы можете генерировать новый вариант облаков вот эта кнопочка рядом с превью нажимаем кнопку и так обновляются и видите что облака немножечко изменяются также ниже есть параметр scale масштаб его тоже можно менять далее вернемся во вкладку light сверните параметры overall sky color red 10 green 18 blue 27 и ставим модель global elimination можно немножечко усилить параметр ambience допустим поставить 0.15 то есть чем ниже значение тем будет больше тени интенсивнее так попробуем еще немножечко light intensity подредактировать допустим 0.7 поставить немножко в целом чтобы стало поярче так обновляется картинка немножечко конечно медленнее все это работает слой с облаками достаточно долго рендерится так ну вот примерно на вот таких вот настройках мы наверное и остановимся так нажимаем ok атмосфер эдитери далее рендер сетап рендерем 1920х1080 и так вы можете выбрать для рендера либо финальный пресет либо ну как вариант ультра он конечно дает очень хорошее качество но считается тоже очень долго поэтому тут в зависимости от мощности вашего компьютера так нажимаем ok я выбираю ультра и нажимаю рендер посмотрим что у нас получится и так после рендера получаем вот такой вот результат сделаем небольшую пост обработку значит рендер браузере нажимаем пост рендер options поставим галочку пост процессинг и здесь все оставляем по умолчанию единственное что параметр density поставим значение 20 нажимаем ok теперь сохраним изображение нажимаем save выберем допустим формат psd и photoshop немножко доработаем нажимаем сохранить открываем photoshop теперь сделаем следующее поднимем немножечко резкость так но перед этим есть небольшой косяк который нужно исправить вот здесь не очень хороший переход получился инструментом штамп это исправлю opacity примерно 50 примерно вот таким вот образом можно быстро подредактировать чтобы не возиться и не исправлять так хорошо теперь поднимем резкость фильтр далее sharpen smart sharpen радиус ну допустим радиус 1 пиксель а amount поставим ну допустим 80 нажимаем ok так сравним было вот так без резкости а стало вот так с резкостью так хорошо теперь сделаем дубликат слоя layer дубликат layer нажимаю ok далее тип смешивания двух слоев color burn так и opacity я поставлю 20% и так сейчас у меня два слоя теперь выбираю инструмент резинка и вот такую вот кисточку для резинки радиус примерно 300 пикселей дело в том что сейчас получается само здание у меня сильно темно такое получилось параметр флоу я поставлю сто процентов и примерно вот таким вот образом я это дело исправлю примерно вот так и еще резинкой пройдусь вот здесь немножко контрастное у меня дерево получилось и так opacity для резинки 50 поставлю и вот так немножечко как бы осветляю также можно немножко осветлить вот эту часть выберем инструмент dodge tool значение поставлю примерно 10 радиус примерно 200 и здесь немножко отсветлю так было вот так а стало вот так теперь объединяю слои layer merge visible сохраняю в нужный формат на этом наш урок закончен до новых встреч до новых встреч а Субтитры создавал DimaTorzok